Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас, как обычно, утренняя рубрика по комментариям. В общем, зашла я вечерком вчера на канал Уралочки почитать, что там пишут. Хотя я и до этого заходила, видела, что люди возмущены, возмущены вообще поведением Уралки, что как так можно, да? Человек получил вторую группу инвалидности и идёт праздновать всё это дело в какую-то забегаловку и наминает там мучное, жареное, какие-то непонятные соки. Праздник живота, скажем так, имея огромный избыточный вес, отчего, по сути, и все проблемы, и отчего, по сути, и получила инвалидность. Всё, ребят, связано с весом. Кто бы что и не говорил мне, всё связано с весом. Парочку комментариев зачитаю. Ничего себе обед инвалида! Вы в своём уме хотя бы не снимали бы этот обед? Разве так и едят инвалиды? Да с таким весом пироги, шашлыки. С ума сойти! Никогда плохого не писала, но тут уже не вытерпела. Вот реакция людей, да, адекватных, нормальных людей, которые понимают, что такое здоровье, что такое избыточный вес, как он вредит здоровью. Дальше. Люди, которые уважают Олю. Пишите, Оля, возьмись за своё здоровье. Она вас не слышит. Оля берёт справку об инвалидности и идёт кушать пирожки, жареные. Мясо с жирными соусами, сок из пакета. Это забота о своём здоровье при второй группе инвалидности. Оля худеть не будет, а готовить тазиками будет на свои деньги. Ну, а дальше я читаю, попадается мне комментарий некой Елены Брусникиной. Я не понимаю, как можно не верить? Люди видят часть вашей жизни. Кто не верит? Та кувалда, которая себя вишенкой кличет? Мерзкая баба-хабалка? И окружила себя сплетницами и моральными уродами? Вот уж точно! Никогда не стану смотреть и слушать такую гниль. Она сама мать троих детей. Не боится греха, злословия. Я смотрю вас, мне интересно. Может, с чем-то не согласна. Но убивать словом людей живите счастливо, Оля и Сафар и Абдугани. Думаю, кто ж ты такая-то, Елена Брусникина, которая не смотрит вишню, не заходит к ней на канал, и зато знает, сколько у меня детей. И интересно, она прям-таки всё слушает. И каким-то образом вишня, интересно, убивает словом. Уж кто-кто, так это уже хомяки Уралку настолько словом перебили, что уже дальше некуда. Продолжаем, ребят. Захожу я на страничку, да, аккаунт Елены Брусникиной, которая написала, что вишенка кувалда, ребят. Там такая же кувалда, практически как Уралочка. Я думала, зайдя на страничку Елены Брусникиной, я увижу такую стройняшечку. Прям 90-60 на 90. А там такая же, как и Уралка. Ну, как же не поддержать коллегу по весу? Как же не поддержать? Ребят, и она знающая, оказывается. Вишню она не смотрит. Нет-нет, вы что? Но она знает, что у вишни трое детей, да, и не боится греха, злословия. Слышишь, Брусникина, кувалда? А ты не боишься греха, который ты настрочила здесь? Ты не боишься? Следующая кувалда строчит. Оксана Бабкина, у которой на превью трое деток стоит. И слушайте, что пишет. Да, она сама мать двоих или троих детей. Деньги собирала на лечение дочки. Не всё ладно в её семье. Поэтому тётка злющая, вишня Ольга Квашнина, любит оскорбить людей. И это пишет мамочка, у которой трое детей. Плюс дети несовершеннолетние, насколько я понимаю по её фото главным. И, написывая о моём ребёнке, она не побоялась, да, показать всех троих своих. Да, я собирала деньги своей дочери на операцию. Да, у меня трое детей. И я об этом никогда не скрывала. У меня на канале есть целый видеоролик об этом. Я не побежала оформлять инвалидность. Я эту инвалидность мысленно разрушила. Я ездила и искала помощи своему ребёнку. И плевать мне было. Сколько это стоит? И где я возьму деньги? И что мне придётся быть с протянутой рукой много лет? Да, бабкина, да. А твоя кумирша клянчит деньги на лечение, а потом жрёт в три горла. И способствуя при этом, чтобы к ней цыплялись все болячки. Так вот, ребят, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот такие вот кувалды, которые сидят у Уралки на канале, и помогают ей. Да, не выздороветь, а ещё больше загубить себя. Своей поддержкой. Они не напишут, Олюшка, возьмись за себя в конце концов. Ну, хоть как-то сядь на диету, ограничь в чём-то себя. Нет, они не напишут. Они будут смотреть, как она жрёт, как тазами готовит, будут поддерживать её. Это, вы считаете, поддержка? Эта поддержка... Они только губят свою кумиршу. Только губят. А кто виноват в этом? А виновата, конечно же, в этом Вишенка и Вишнёвая команда. Потому что Вишенка осуждает обжорство, осуждает кишкоблудие. Да, осуждаю, осуждаю, потому что я знаю, что такое избыточный вес и как его потом тяжело с себя сбросить, чтобы легко вздохнуть. Я не знаю, что такое пищевая зависимость. Я не знаю, но я понимаю, что это что-то ужасное и страшное. И у Уралки как раз-таки пищевая зависимость. И от таких вот комментаторш, которые там нагонят на Вишню и поддержат Уралку, ей не станет легче. Ей станет, наоборот, хуже. Чувствуя такую поддержку, что её поддерживают вот такие дамочки, она будет жрать ещё больше. И, ребят, это уже совсем не смешно. Правда, это совсем не смешно. Потому что вторая группа уже есть. И это серьёзная группа. Это действительно серьёзная группа. Что бы мне ни писали и ни говорили, я не думаю, что они её купили. Я не думаю, ребят. Я почему-то думаю, что просто это уже было переосвидетельствование. Мне кажется, что у Уралки группа уже давным-давно. Но, конечно же, шумиху они сами создали вокруг себя, показав то, что инвалидность получила Уралка, и тут же всё это, на счастье, зажрало пирожками и жареным жирным мясом с всякими соусами не менее жирными. Вот правда, сами они создали вокруг себя такую шумиху. Да, в принципе, ребят, посмотрите на Уралочку. Когда она сидела в машине, показывала эти справки об инвалидности, она прям-таки была счастлива, что она сейчас в кафе пойдёт. И сейчас-таки она там поест. Ещё и мукбанк запилит. Вот оно счастье. А инвалидность получила фигня. Главное, что сейчас можно поесть. Ребят, это страшно. Это не смешно. Да, я в шоке. Но это страшно. Но Уралочка это не понимает и не поймёт. И никого она не услышит. А вот такая вот поддержка таких вот кувалт, и их достаточно много, не будет, не будет никакой пользы. Если бы действительно уважающие Уралку и любящие подписчики и правда дельные советы ей давали, так нет, ребят. Они наоборот пытаются всё это дело восхвалять. Обжорство, кишкоблудство. Они восхваляют. Кушай, Оленька, кушай. Зажирай, нажирай первую. Страшно, ребят, это. Страшно. Ну, больше смешно мне, что, как всегда, Уралка жрёт, а вишня виновата. Ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok